Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Хайдарова Нуржанат Бедахметовна, я являюсь заведующей кафедрой терапевтической стоматологии, кандидат медицинских наук, доцент. Разрешите предоставить вашему вниманию лекцию кандидозы, которые относятся к бактериальным инфекциям. Хотелось бы отметить, что гриб кандида, который вызывает заболевание кандидоз, чаще всего это форма гриба кандида альбиканс, которая постоянно существует в полости рта, как сопрофитная флора, но при воздействии определенных этиологических факторов, эта флора переходит из условно-патогенной в патогенную микрофлору. Для этого способствуют экзогенные и эндогенные факторы. Экзогенные факторы в этиологии и патогенезе кандидозной инфекции являются пусковым механизмом, который срабатывает при нарушении местных факторов. Это можно отнести сюда, что ортопедические конструкции, это острые края зубов, это кариозная полость, это несонированная полость рта, несоблюдение гигиены полости рта. К экзогенным факторам относятся также это соматические заболевания, симптомом которого является проявление кандидоза в полости рта. Это заболевания желудочно-кишечного тракта, это соматическая патология, связанная с эндокринными нарушениями. Это железодефицитная анемия, это патологические состояния, сюда можно отнести заболевания крови, ферментативная недостаточность ЖКТ, заболевания щитовидной и паращитовидной желез. К экзогенным факторам относятся грибковые контоминации, пожилой возраст, повышенная влажность, воздействие кислот и щелочей. Это все источники кандидозной инфекции, когда возникает дисбаланс между нормальным и нормальным состоянием полости рта и при наличии соматических заболеваний. Таким образом, кандидозы мы можем классифицировать следующим образом. Это классификация кандидоза Марченко-Руденко по клиническому течению различает острый кандидоз, острый псевдомембранозный кандидоз и острый атрофический кандидоз. Хроническое течение кандидоза сопровождается хронический атрофический, хронический гиперпластический кандидоз, который протекает в более стертой форме. Если говорить по классификации щеклокова, то существует поверхностный кандидоз, хронический кандидоз детей, висцеральной системной кандидозы. И классификация по МКБ это B37-0, это кандидозный стоматит. Острый псевдомембранозный кандидоз, он развивается у детей грудного возраста, который сопровождается, здесь появляется температура, расстройство пищеварения. Также этим заболеванием болеют недоношенные дети. Заражение может происходить через сосок, через предметы обихода, через посуду, на слизистые языка, щек, мёба. Появляются белые пятна, белый творожественный налет, который слегка снимается. И после удаления которого обнаруживается очаги покраснений на слизистой полости рта. Симптомы, как я сейчас сказала, значит будет сухая, слизистая будет сухая, значит и очень болезненная, чаще болеют дети. Острый атрофический кандидоз сопровождается, причина острого атрофического кандидоза является частое использование антибиотиков, широкого спектра действия гормональных препаратов. Заболевание может привести и ношение ортопедических конструкций, которые как бы уже имеют очень давний срок ношения. Также кандидоз проявляется с сильной болезненностью, сухостью полости рта. Часто больные жалуются на ощущение жжения, извращения вкуса. Появляется налет на языке и слизистая полость рта. В редких случаях сохраняется налет в складках языка. Язык здесь будет гладкий, блестящий, полированный. Еще по-другому говорить, значит язык будет полированный. Хронический гиперпластический кандидоз, он развивается у людей, принимающих цитостатики, антибиотики. Чаще всего развивается у больных туберкулезом, при заболеваниях крови и так далее. На слизистой оболочке появляются белые бляшки, которые могут сливаться в сплошные творожистые массы. И со временем творожистый налет утолщается и приобретает такой желтоватый оттенок. Течение заболевания очень длительное, болезненное. Нарушение приема пищи. Пациент будет жаловаться на то, что он не ощущает вкусовые, у него ощущения будут нарушены. То есть практически вот это болезненно неприятное состояние языка. Также может развиться кандидозный хиелит. Кандидозный хиелит это когда болезненное открывание рта. Мы увидим, что отечность губ, слизистая кожа будут мацерированы. Будут кровоточащие трещины углов рта. Болезненность при приеме пищи, чешуйки и налет такого серогрязного цвета в области углов рта. В углах рта будут наблюдаться белые такие чешуйки, которые очень легко снимаются. И под ними обнаруживаются такие кровоточащие поверхности. Кандидозный гласит. Он сопровождается поражением языка. Больной будет ощущать неприятные ощущения, сухость, жжение, вкусовые извращения. То есть боль в языке, когда пациент говорит, что чувство покалывания, неприятные ощущения. Ощущает температурные раздражители. Во время приема пищи острое, сладкое, кислое. Все пациент ощущает. Далее хронический атрофический кандидоз сопровождается. Это гиперемия слизистой оболочки полости рта. Слизистая тоже будет чувствительна. Сосочки языка будут атрофированы. Гиперемия отечная слизистая. Здесь будет пенистая слюна. Налет на дне складок языка. И поражение обычно наблюдается при ношении съемных протезов. Диагностика кандидоза проводится на основании сбора анамнеза, жалоб, на основании визуального осмотра. Маска из полости рта подтверждает наличие гриба кандида. И при проведении дифференциальной диагностики, допустим, с лейкоплакии, мы говорим, что тоже там образуется белый такой налет, белая пленка. Дифференциальную диагностику кандидоза проводим с красно-плоским лишаем. А значит с лейкоплакии, то же самое происходит при кандидозе, белый налет. Но при кандидозе налет очень легко снимается и образуется. Там гиперемированная, ярко гиперемированная поверхность слизистой оболочки полости рта. При лейкоплакии же этот налет не снимается. Значит помутнение слизистой идет, изменение строения слизистой. Образуется пленка вот эта, она не снимающаяся. То есть это мы говорим так. В данном случае это будет у нас что лейкоплакия. Еще мы дифференцируем лейкоплакии верукозные, я сказала. Дифференцируем с красным плоским лишаем типичной формы. Красный плоский лишай тоже локализуется преимущественно на слизистой щек. Но здесь образуется характерный такой рисунок. Мы говорим сетка Уикхейма или говорим, что рисунок напоминающий такой рисунок морозного стекла. Или говорим это листья папоротника. То есть имеет характерный такой рисунок и локализацию. И конечно же этот налет он тоже не снимается. Этот рисунок он никаким образом не меняется. Таким образом при кандидозе мы говорим образуется мягкий такой налет, который снимается. Но когда мы наблюдаем хронический гиперпластический кандидоз, здесь уже налет не снимается. Потому что мицелии гриба кандида они очень глубоко проникают, прорастают в сосочки языка. И таким образом этот налет он не снимается. Если насильственно снимать, тогда обнаруживается здесь кровоточащая поверхность. Лечение кандидоза конечно это устранение этиологического фактора, который способствует развитию этого заболевания. Это что? Устранение местных причинных факторов. Мы говорили протезы, не санированная полость рта, кориозная полость. То есть все это нужно заболевание парадонта, значит очень способствует поддержанию вот этой флоры. Именно кандидозная флора. Здесь превалирует стафила стрептококковая и здесь будет присоединяться кандидоз. Потому что здесь создаются все благоприятные условия для гниения, брожения. То есть создается там кислая среда и в первую очередь здесь он сопровождается чем? Грибом кандида, присутствием гриба кандида. И конечно же, если будем говорить о лечении, это не медикаментозная терапия, это конечно диета. Стол номер 15. Медикаментозное лечение, это противогрибковые препараты кетоконазол, флюканазол. Противогрибковые препараты, еще сюда можно, значит, нестатин, вымазь, клотримозол, вымазь. То есть мы можем назначать в таблетированной форме. Это кетоконазол 200 мг один раз в сутки, значит, 200-400 мг. Противогрибковые препараты, еще здесь мы назначаем флюканазол 50 мг, да, перорально. Дальше обработка, антисептическая обработка 0,05% хоргексидина биглюканата. И, значит, конечно, аналогично наложение, что противогрибковых мазей аппликации проводим для того, чтобы местно оказывать влияние, значит, на грибы кандида, которые присутствуют в полости рта. Так, у меня, и, конечно же, если это очень болезненно, во-первых, нужно обезболить, обезболить, затем провести антисептическую обработку и, значит, что нанести мази методом аппликации, допустим, в течение 7-10 дней пациент приходит на лечение. И, конечно же, внутрь принимает, перорально принимает противогрибковые препараты. У меня все, спасибо за внимание.